Доброго деньочка или вечерочка, да и просто хорошего настроения. С вами, как всегда, Зипа, и сегодня мы продолжаем фестиваль игры. К сожалению, пришлось пропустить один ролик по ретро-играм. Ну, я обязательно это компенсирую, возможно, к будущей неделе я выпущу два ролика. На сей раз игра называется Silt. Это приключение, головоломка с видом сбоку и черно-белой графикой. Эта игра позволит нам побывать в шкуре одинокого водолаза в сюрреалистическом мире на бездне океана, в полной нераскрытой тайн. Нам придется захватывать тела морских существ и разгадывать загадки, уплывая все дальше и дальше во мрак. Природа там создана удивительно и с множеством различных тварей. Нашему водолазу придется открывать различные странные организмы, неизвиданные руины и древние механизмы, спрятанные под водой. Продолжение следует... По толще вод в морской пучине нашли укрытие Исполины. Они могучие, но без глаз. Утратят свою силу в раз, а аппарат на самом дне, чьё пробуждение ключ к судьбе. Утратят свою силу в раз, а аппарат на самом дне. Доступно в демо-версии. Ух ты! Иди сюда-сюда. Захвати существо, отпустить контрол. А, вон оно чё. Применить способность существа. Блин, по кайфу. Слушайте, это вообще гениально. Конечно, это сказать, что стандартный какой-то пловец, не сказать. Очень атмосферно всё выглядит. Приятное звуковое сопровождение. Прям чувствуешь небольшое такое, ну как сказать, не небольшое, а чувствуешь погружение вообще в то, что здесь происходит. Интересно. Так, хорошо. Знаете, у меня вот с детства есть такая проблема с толщей воды. Я не особо люблю плывать на глубину. Я сейчас играю в эту игру немножко так, не по себе. Хотя очень красиво атмосферно. Имеется в виду даже красиво в плане чёрно-белого цвета. Ага, смотрите, можно здесь оплыть. Очень интересно сделано. То есть, получается, что сейчас как труп плавает наш подводничек. А вот на эту рыбку лучше, наверное, не заплывать. Продолжать захват, удерживать контрол. Пошёл нахер. А, контрол. Я понял, я понял. Ага. Перехватили, короче, интерфейс у другой рыбки, чтобы разорвать вот эти путы, которые, собственно, главный герой не может разорвать. Всё время кажется, что если прижаться к стене, то будет какой-то там урон или ещё что-то. Всё-таки на shift можно ускориться. Так, сюда плыть нельзя. Па, захват. Рыба-молот, похоже, по крайней мере. А, здесь надо, наверное, вот это пробить. Оооо. Чё ещё можно сделать? Она, интересно, атаковать не будет нашего главного героя? Надеюсь, нет. Очень странные образы. Кстати, рисовал их художник. Я не знаю, всё ли нарисовано в этой игре вручную, но... факт в том, что художник занимался определёнными моментами, это точно. Да нет, нет, не то нажал. Это дерьмово. Всё, иди нахрен. Кстати, рыбка тоже может плавать быстрее, благодаря shift. Рыбу. Немного неудобное управление. Ну, имеется в виду ориентировка в пространстве. Ориентировка. Ориентация в пространстве. Как-то странно выглядит. По ощущениям, по крайней мере. Осмотреться. А, очень удобно на стрелочке осматриваться. Интересно, насколько далеко будет сохранение, если мне какая-нибудь рыба захочет зажать и схавать. Вот эта рыба, по крайней мере, просто посмотрела. Но я не уверен в том, что они не агрессивные. Вот видите, просто смотрят, но... Что смотрят, непонятно. Что если атаковать сородича? Нет. Давайте посмотрим, что внизу. Внизу ничего. О, нихера себе. А как-то догадаться можно, что там что-то есть. Просто ткнул наугад, на самом деле. Посмотрел, что текстура отличается от тех, что сверху и снизу. И... Попробовал ударить. Ребятки, если вы все еще не подписаны, кто смотрит видео, пожалуйста, подпишитесь. Это поможет каналу. Естественно, поставьте лайк и откомментируйте это видео. Это не сложно. Мне приятно. Дополнительный стимул. Ух ты, нихера себе, вот это пасть чья-то. Ёкарный бабай. Наверное, какого-нибудь из Полины придется оживить. О, теперь мы, заколдованный, на огонечек летим. Я иду. Я иду. За тобой. Хе-хе-хе. Какой заманчивый огонек. А ну иди сюда. Фонарь можно включить, кстати. Классно. Ах ты, мразь. Это было немножко обидненько. Я думал, эту тварь тоже можно захватить, но на нее, по-моему, не воздействовал никак наш гипнотический, этот самый, магический какой-то эффект. Вон там позади еще одна плывет и еще одна. А, они, ой-яй-яй, они эти, как их? Черт подери. О, а как мне там проплыть? Мне вообще нельзя, что ли, там застревать нигде. А может без фонаря лучше проплыть, а? Как думаете? Ну, я типа не успеваю. Дядь, ну ты че? Ну я же говорю, вот небольшая какая-то проблема у меня возникает с ориентированием. Ориентировкой. Опять ориентировка. Ориентации в пространстве. Ну, когда делает... Как это сказать? Вот, чтобы мне сейчас было выпрямить, нужно было жать вперед и вверх. Возможно, игра под джойстик больше заточена. Ну, что вот он сейчас сделал? Просто зачем? Дико неудобно. О, координации движения. Это... это... Тяжело. Тяжело. Как оказалось. По ориентации пальцев, короче, тяжело становится понимать, что твой палец нажимает, короче. Когда приходится нажимать вниз и вправо, например, ты начинаешь путаться в пальцах конкретно. Еще, плюс ко всему прочему, усложняет ситуацию то, что главный герой переворачивается. Ты вроде смотришь на него и жмешь кнопки, потом он херрак перевернулся на 180. Ну, не пузом кверху, да, плывет. А спиной как бы кверху. И это вызывает дополнительный дискомфорт уже в ориентации в мозгу. Вот он сейчас вверх, видите, плывет, плывет. А потом кажется, что он сейчас поплывет немножко в другую сторону. Ну, это на самом деле дело привычки. Просто дело привычки. Интересно, мне улепетывать от них далеко придется? Долгое? О, отвалили. Твари. Ммм, здесь тоже, наверное, придется. Слушай, Огонек, ты уже приведи меня куда-нибудь, я не знаю. Он спрятался. Тихо. Ай. А я прошу прощения, а что мне с ним сделать надо? Я только сейчас понял, что этот Огонек, это его замануха, этот глаз или еще что это. Есть такие рыбы, знаете? Есть такие рыбы, у которых есть такая замануха, типа светлячка. И она, короче, может других представителей морского мира заманивать, а потом хавать. Я не помню, как эта рыба зовется. О. Я его захватил? Нееет. Ай-яй-яй. Окей, а что делать? Смотрите, сюда прорваться не могу, мне как минимум нужна маленькая рыбка с зубами. Туда вон вниз тоже прорваться не могу, мне нужна рыбка с глупыми мозгами. Хорошо. Я, пожалуй, подальше это попробую сделать. Ага, может быть, вот эту херню нужно как-то попробовать. Давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай. О, спасибо. Вот, смотрите, а здесь маленькие рыбки есть. И там, теперь я вот здесь вот чуть-чуть сверху слева смогу обкусить вот этот пруд или что это такое. Клац. 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 О, хреновина поплыла. Поплыла хреновина. Может быть, она даже сейчас пасть затк... А, нет, она внизу разобьет. Точно. Давай-давай, атакуй. Вот и все. Неприятно, да? Согласен. Интересно, есть какие-нибудь секретки здесь? Вот эту херню, наверное, тоже можно как-то сломать. И прибить ее. Хм. Хм. Смотри, что придумал. Сейчас сделаем вот так. Заставим эту же рыбешку ударить сюда. Давай. А зачем туда-то бить? Ну, наверх надо, чтобы ты ударила. Вот сюда бей, алло. Я просто думаю, что этот огромный булыжник, который там, он может разбить эту рыбу. Интересно, пока я в рыбке в другой, я же не могу умереть, по идее, правильно? О, как вам бы к стоматологу сходить. Такой ужасный прикус. Ладно, хрен с ним. Надо плыть самому. Не туда бьешь. Чуть выше надо было. Все, спрятался. Пошел нахер. Ты плыть-то будешь, дядя. Быстро, 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 быстро. Ох, хорошо. Твою мать! Как будто бы я знал. А я знал, я подозревал, что такая херня будет. Конечно, перепроходить всю локацию, это, конечно, геморрой еще тот. Ой, как близко. Давай! Атакуй! Да, 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 давай, давай, давай. А че наверху? Ничего, видимо. Да-да, немножко неудобное управление, конечно. Ух ты! А че такое? А что? Что с ним делать? У него цепь еще одна, смотрите. Надо попробовать вот эта рыба уплыть вот сюда, чтобы она не мешала. И захватить рыбку с зубами. И захватить рыбку с зубами. Я надеюсь, у них нет привязки к локации. Да-да-да. Да-да. 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 чухнул чухнул так понятно давайте попробуем нашим чуваком подплыть что-то какой-то коннект происходит connect что дорогие мои друзья на этом пожалуй можем закончить данный видеоролик если видео оказалось вам полезным пожалуйста подпишитесь не забудьте поставить лайк ну и конечно же оставляйте какие-либо комментарии по этому поводу игра довольно таки любопытная кому нравится вот такие вот атмосферные игры с головоломками с различными путешествиями приключениями и целом не очень такой вызывающий графика хотя здесь очень приятная рисовка то определенно эта игра понравится хорошее звуковое сопровождение есть какие-то музыкальные зарисовки тоже очень все это приятно выглядит напомню что игра выходит весной 2022 года также рекомендую вам заходить на мои стримы которые проходят три раза в неделю во вкладочке о канале есть график выхода моих стримов берегите себя всем удачи пока пока